Сталкивались ли вы с ситуацией, когда сразу после убытка предоставляется новая возможность входа? Но сомнения и страх не дают войти, а пока думали, момент упущен. У меня так было, пока не нашел решения. Смотрите это видео, в нем расскажу, когда повторный вход оправдан, а когда нет. Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. В первой части разберем несколько ситуаций, в которых нужно повторно входить в сделку. Даже если душит неуверенность. Материал очень важный и непростой, поэтому во второй части будут примеры. Примеры сделаны в виде теста, так чтобы можно было лучше усвоить материал. После теста покажу ситуации, при которых открывать сделку на откате опасно. Чтобы больше узнать о Price Action, подпишитесь на YouTube канал Адмиралс, там вы найдете видео, которые раскроют малоизвестные секреты технического анализа и приведут вас к прибыльному трейдингу. Видео сделано на основе онлайн вебинара, но ролик запаздывает и не включает уникальных вопросов, разбираемых на занятии. Поэтому, кто хочет первым знакомиться с материалами, присоединяйтесь к нам. Вебинары проходят раз в две недели по вечерам в четверг. Для регистрации переходите по ссылке под видео. Эту презентацию можно скачать без регистрации из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Ссылка в описании. В группе много материалов по трейдингу в свободном доступе. Сразу уточню, когда говорю о повторном входе, я имею в виду вход только в направлении тренда. Будем рассматривать те ситуации, когда что-то пошло не так именно с откатом. На схеме он помечен цифрой 1. Если после отката, обозначенную единицей, цена не может обновить максимум, это говорит об ослаблении тенденции. Но ослабление не настолько сильное, чтобы отказаться от повторного входа. Здесь полезно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, обязательно должен быть тренд. Без тренда эффективность резко снижается. Во-вторых, нужно, чтобы цена вернулась выше минимума 1. Более подробно, как формируется формация, у меня есть видео. Price Action. Паттерн. Сложный откат. Ссылка на ролик будет в описании. Посмотрим, как паттерн выглядит на графике. Как видите, сложный откат – это только временное ослабление тренда и повторный вход в сделку оправдан. А сейчас разберем технологию повторного входа. Цена пробивает минимум 1. Скорее всего, если вернется выше лоу 1, то продолжится рост. Чтобы открыть сделку, выставим заявку Buy Stop за хай возвратной свечи. Заявка стоит там, где поставят стопы продавцы. Если продолжится тренд, то из-за стопов медведей цена будет расти импульсно. Стоп можно поставить агрессивно, за лоу свечей А, или консервативно – за последним минимумом. После роста заявка активируется и сделка откроется. Особенность этой технологии в том, что если цена пойдет выше минимума 1, то скорее всего цена уйдет выше. Технология входа в короткую сделку основана на тех же принципах. Чтобы научиться применять эти схемы, вам будет полезно регулярно к ним возвращаться. Поэтому, пожалуйста, не забудьте поставить этому видео лайк. Более сложная ситуация возникает, когда на уровне формируется небольшая консолидация, на которой гарантированно войдете в сделку. После чего резким движением цена ударит по стопам и выбросит из позиции. Сейчас не буду подробно останавливаться на механике паттерна, у меня на эту тему снят ролик «Паттерн. Виформация на откате». Но очень рекомендую посмотреть это видео, ссылка будет в описании. На графике паттерн выглядит так. Для повторного входа нужно дождаться возврата цены выше уровня и только после этого открывать сделку. Посмотрим на схему, как это делать. Это прибыльная формация, потому что после пробоя цена быстро уходит от уровня. Но в то же время и сложная, потому что не дает времени на оценку ситуации. Вам сразу после закрытия сделки нужно искать новый вход. А это сложно. Обратите внимание, что при формировании фигуры максимум может отстоять от консолидации. А может, как в этой схеме, быть на одном уровне. Чтобы не теряться в подобных ситуациях и безошибочно входить повторно в сделку, нужно хорошо понять и запомнить схемы входа. Чтобы видео не потерялось, поставьте ему лайк. Но запомнить схемы недостаточно. Нужно еще научиться узнавать их на графике. Поэтому прямо сейчас мы переходим к тестам. Первый пример. Посмотрите на график и скажите, все ли условия соблюдены для повторного входа в сделку на покупку. Готовы? Начали! Да, в данном случае все условия соблюдены и повторный вход – верное решение. Второй пример. Подумайте и скажите, можно ли сейчас войти в длинную сделку. Открывать длинную сделку при таком движении – ошибка. Потому что цена импульсно пробила уровень, но не вернулась выше. Если сложный откат вызывает у вас проблемы, напишите комментарий, указав почту, и я вышлю методичку с подробными инструкциями и примерами по паттерну. Пример 3. Прежде чем будете отвечать, постарайтесь учесть все особенности графика. Не спешите с ответом. Покупка в этом месте – грубая ошибка, потому что повторный вход оправдан на тренде. А в данном примере – цена уперлась в уровень при практически боковом движении. Пример 4. Разберем этот пример подробнее. То, что видите на графике, не является веформацией, потому что после консолидации цена не пошла резко вниз, а начала рост. Во-вторых, максимумы понизились, и самое главное – цена не вернулась выше уровня, что привело к понятному результату. Это при очевидном восходящем тренде. Если бы тренд не был таким сильным, цена скорее всего не удержалась около уровня. Пример 5. В данном случае присутствуют все критерии для повторного входа в сделку. Есть тренд. После небольшой консолидации цена пробила уровень и закрылась выше. Шестой пример. Все верно. В этом случае повторный вход полностью оправдан. Пример 7. Это классический вариант веформации на откате. После отката к уровню цена резко уходит вниз и затем тренд продолжается. Хотел обратить ваше внимание на небольшую особенность этого примера. Перед тем, как цена вернулась выше уровня, она 15 минут стояла под уровнем. В такой ситуации очень рискованно воспринимать эту остановку, как откат для входа в шорт. Пример 8. Если внимательно посмотрите, то увидите, что этот пример не относится ни к одной из рассмотренных формаций. Потому что при сложном откате цена должна была пойти вниз и только потом вернуться выше уровня. При V-формации нужно было увидеть консолидацию, а ее нет. И еще важный момент. Цена после пробоя максимума резко ушла вниз и пробив поддержку не пошла выше. Так что здесь много признаков слабости тренда. Поэтому, если в похожей ситуации повторно вошли в сделку, как можно скорее закрывать ее. Пример 9. Вошли в сделку повторно? Думаю, к 9 примеру стали лучше разбираться в теме. Верно? Если так, значит упражнение помогает понять, когда стоит входить еще раз, а когда нет. Пока вы тренируетесь, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, поставьте ему лайк. Десятый пример. Сразу после этого примера расскажу о ситуациях, при которых открывать сделку на ткате опасно. Согласитесь, может показаться идеальный вариант для повторного входа. Но не обратили внимание на очень важный момент. Не дождались возврата цены за уровень. Прежде чем подведем итоги теста, несколько слов о том, когда на откате входить не стоит. Если вошли после сформированного отката, но видите, что цена на уровне формирует треугольник, будьте осторожны и не пытайтесь добрать позицию. Потому что чаще всего за этим последует пробой уровня и убыток. Для шарта схема выглядит зеркально. Очень часто опасность кроется в том, что трейдеры медлят и не могут решиться на сделку. И когда цена постояла, сформировав треугольник, наконец решается и сразу получает убыток. Пользуясь этой шпаргалкой, вы не раз защитите себя от потерь. Но пока не научитесь самостоятельно быстро пользоваться схемой, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, поставьте ему лайк. На канале Адмирал Маркетс, помимо моих роликов, есть уникальные живые уроки с легендарным трейдером Доктором Элдером. Кто хочет знать мнение Доктора Элдера о текущей рыночной ситуации, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Прямо сейчас подведем итоги теста. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если набрали меньше 5 баллов, тест не прошли. От 5 до 8, средний результат лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов отличный результат. Если понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на YouTube канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!